Первый 3D-проектор, который поступит в розницу. Вердикт по Galaxy Note 7. Ну и уже тестируют сети 5-го поколения 5G. И информация о ZTE Exxon 7 Max. Всем привет, я Макс и перейдем к новостям. Специалисты Nokia тестируют сети 5G в реальных условиях. Тест проходил как в прямой видимости, так и за бетонной стеной. А также через окна, в лесу и за металлической панелью. В результате проблем с передачей не возникло. Диапазон частот был 28 ГГц. Удалось добиться скорости при тесте в 5 Гбит. Задержка менее чем в 2 МС. А транслировали в этот момент сразу 6 видео в разрешении 4К. Тестирование под нагрузкой прошло успешно. Также и компания Ericsson провели тестирование в Швеции. При полосе 800 ГГц. В диапазоне 15 ГГц. Добились потрясающего результата. 15 Гбит на одного пользователя. А отклик был менее 3 МС. Так что в итоге средняя скорость получается 10 Гбит. И все это нас ждет уже примерно в 2020 году. Ну а первое открытие сети запланировано на 2018 год. Соответственно в смартфонах к 2018 или к 2020 году уже обзаведутся такой связью. Ну и вердикт о Samsung Galaxy Note 7. Компания в данный момент полностью остановила производство и продажу смартфонов до окончания расследования. И призвали всех владельцев смартфонов сдать их в обмен. Либо получить компенсацию. В данный момент Galaxy Note 7 запрещен в самолетах США. И за это даже надлежит штраф. Ну а также запретили и крупные авиакомпании по всему миру. И данный смартфон приравняли к взрывчатке или оружию. Расследование случившегося может затянуться не на один месяц. Так как Samsung в лабораторных условиях не смогли зажечь смартфон с легкостью. Как утверждают новости. Капитализация компании на данный момент сократилась на 20 миллиардов. И составляет около 190 миллиардов. В общем буду держать вас в курсе. Если что-то прояснится о взрывах. HoloVect. Это голографическая 3D проекция. Как в фантастических фильмах. Уже скоро в продаже. На сайте Kickstarter идет сбор средств. Уже собрано более 90%. А до окончания сбора еще почти месяц. Так что проект точно успешный. Данный проектор демонстрирует изображение в кубической области. Около 12 сантиметров. А частота обновлений составляет 50 герц. 5 лет назад о таком еще не задумывался ни один пользователь. А теперь это уже поступает в продажу. В данный момент цена предзаказа одноцветного проектора около 800 долларов. От цветного 1800. И первая информация о ZTE Exxon 7 Max. Известно что дисплей будет 6 дюймов. С разрешением Full HD. Android будет последний 7.0. С фирменной оболочкой. Оперативной памяти 4 гигабайта. И 64 встроенной. Ну и поддержка карт памяти. Главное в смартфоне это то, что он будет работать на новом энергоэффективном процессоре. Snapdragon 625. Построенный на 14 нанометровом техпроцессе. Ну а на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Или не подписывайтесь. И будете в курсе свежих новостей о смартфонах, гаджетах и мобильных технологиях. Удачи и пока. Продолжение следует.